За три года в республике должны заработать 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Четыре ФАП уже принимают больных. Еще один открылся в деревне Ойгасас-Ламаса Ядринского района. В Ядринском районе планируют построить семь модульных ФАПов. В деревне Ойгасас-Ламаса первый. Строительство здания обошлось в 1 миллион 700 тысяч рублей. Основную часть затрат взяла на себя республика. Инженерные сети ввели за счет муниципалитета. Условия очень хорошие. И аппаратуры все новые. И детские пеленальные столики нам дали. И новые весы детские. И женские кресла новые. Сухожировой у нас не было. Сейчас сухожировый шкаф работает. На открытие нового ФАПа прибыл и глава республики Михаил Игнатьев. Фельдшерский пункт был здесь и раньше. Специалисты хорошие, но условия для приема больных были некомфортные, говорят жители. Все преимущества нового здания и оборудования вместе с ними оценил и глава Чувашии. Кабинет приема пациентов, помещение для хранения лекарственных препаратов, процедурный. Здесь будет удобно и приятно не только медперсоналу, но и пациентам. Какими в основном болезнями страдают жители села? В основном давление. Сердечно-сосудистые давления. Гипертоническая болезнь. У молодежи какие болезни? Молодежи. Травма. 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 Острое заболевание. ФАБ будет обслуживать жителей двух деревень. Это 350 человек. Среди них есть и новорожденные, и пожилые. Пациентов будет принимать не только участковый врач, но и узкие специалисты. Это немаловажно. Ближайший офис врача находится в пяти километрах, а районная поликлиника еще дальше. Старости уже давление мешает иногда. Стрессы какие-нибудь, придется туда бегать. У нас недалеко по улице идти. И асфальт хорошо. Шагаем потихоньку, если болеем. Но не хочу болеть. Не буду много туда идти. Терапевт Вера Порфирьева приехала сюда по программе «Земский доктор». Всех жителей деревни она приглашает в новый фельдшерский пункт. Важно не только своевременное лечение, но и профилактика различных заболеваний, отмечает молодой специалист. Открытие нового ФАПа для жителей деревни – событие значимое. Песнями и плясками они отметили этот праздник. Как утверждают врачи, хорошее настроение тоже способствует выздоровлению и нормальной работе организма. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.